Заметьте, пожалуйста, как удерживая это состояние, когда вы центр этого объёма. Заметьте, как воспринимается от окружающего мира. Как со стороны? Как со стороны? На мне это люди как будто перекладные. Люди действительно перекладные, надо их приблить. Хорошо. Кому понравилось? Есть те, кому было некомфортно? Ау, люди здесь есть, которым было некомфортно? Всем комфортно. Ну, я сказала Люба, я ей верю. Так а что делать с этим состоянием? Выходить-то из него или продолжать его держать? А вы можете его удерживать? Да. Держу я пока. Тебе так комфортно? Нет. Ну, тогда ты знаешь, где это. Это то состояние, которое можно назвать возвращение домой. Это то состояние, в которое можно выходить, это нескончаемый источник ресурса. Это то состояние, в котором, когда вы находитесь, вы можете видеть эту ситуацию, что бы ни происходило. Всё может произойти. И у вас есть все силы на это посмотреть, это пережить, это принять или отвергнуть. Но у вас есть все силы. Можно сказать, что это некая связь с вашим внутренним источником ресурса. Быстро и надёжно. Это состояние нам ещё понадобится. Теперь вы узнаете, как его почувствовать. А сейчас я хочу вам предложить сделать, то, что называется взаимодействие с драконом. Кто такой дракон в вашем представлении, скажите? Не будем его оскорблять. Защитник какой-то, там, талисман такой. Защитник, талисман. А есть у кого-то кто-то негативный? Да. Злой и мерзкий. Обычно так и бывает. У кого-то это защитник талисмана, для кого-то он злой и мерзкий. Каждый герой должен встретиться с драконом. Что такое дракон? Прямо сейчас, пока я буду писать, подумайте о том, что происходит в вашей жизни, что вас не устраивает. Это может быть ситуация какая-то. Это может быть повторяющаяся ситуация. Это может быть что-то, что вы ощущаете, как внутренний барьер. Я почему-то не могу двинуться дальше. Это может быть что-то, что является мнением каких-то близких людей. И оно вам... Вы не можете с ним, не знаю как, эффективно дальше двигаться. Какие-то близкие против, например. То, что я делаю, меня никто не понимает. Это может быть все, что угодно, что можно расценивать, как сосредоточие вот этой вот драконии силы. Но герой, он же ж... А то и герой. Чтобы встретиться с драконом. Давайте сейчас... На ком-нибудь мы это сделаем. А потом вы сделаете так пар. У кого есть готовый дракон? Есть? Да. Ну или... Ну или... Я думаю, что это... Хорошо. Расскажи, если можно вкратце, что это за дракон? Ну это лень. А, дракон это лень. Может быть такое лень? Все, как ты хочешь. Нам, конечно, нужно будет чуть больше места. Я попрошу тебя сейчас взять немножечки и сделать из них шесть штук. Разорвать. Одна из бумажек, а ты можешь даже написать на ней. И я тоже наставлю. Это дракон. И я тоже наставлю. Ум! У каждой сказки есть свои герои. И герой периодически, взаимодействие с драконом, становится то одним, то другим персонажем. Или его, можно сказать, что его взаимодействие с драконом в какой-то момент меняется. Существует такая стадия, когда мы еще не знаем о проблеме. Невинный человек, не знает о том, что дракон существует. Напиши вот эти вот штуки. Не знаю, что это происходит. Уже пребываю в неведении. Вторая стадия взаимодействия – это последовательность. Сирота. Сирота всегда обижен драконом. Он им почти поглощен. Это некая жертва такая. Есть альтруист. Альтруист всегда гонит дракона. Проблемы его гонят. Понимаете, о чем я говорю? Ау. Да. Да. Хоть кто-то меня понимает. Хорошо. Странник. Это такая роль, в которой человек, скорее, просто избегает проблем. Он их не решает. Он знает, что они существуют. А я знаю, там и будут проблемы, я туда не пойду. Если это человек, который не любит конфликтов, то он их будет просто избегать. Не важно, что страдают его интересы. Или не важно, что, возможно, нужно уже сейчас разрешить этот. Воин и маг. Тебе нужен еще листик, да? Получается семь. У нас там есть листики еще. У нас там есть листики еще. У нас есть дракон. Да, шесть и дракон. И еще. Продолжение даже нам нужно еще напомниться. Да, все есть. Итак. Невинный. Не знает, что дракон есть. Сирота. Он поглощен или сражен драконом. Почему сирота такую роль взяли? Да, ну, знаете, не кому заступиться за человека. Чувствую себя одиноким, несчастным. Проблемы меня накрыли уже с головой. Уже все. Трепыхаюсь, трепыхаюсь. Уже даже не трепыхаюсь. Уже все. Сожрал у меня это чудовище. Есть альтруист. Это тот, кто добровольно. Да, пусть эти проблемы меня гонят. Я буду уходить. Я знаю. Я страдаю. Я волнуюсь. Ну, ладно. Так я буду. Альтруист. Якобы ради других. Чтоб чего другого не вышло. Гоним драконом. Все стесняются про письку сказать. Про что? Письку. Какую? Так скажи. Поглощен. Поглощен. Это мне буквы одну не хватало. Где? Какой буква? Драконе. Драконе. Драконом. Санон зеленым. Драконом. Драконом. Дракон. Дракона. На. На. Ну, хорошо. Подсказывайте. Я же в трансе нахожусь. Я же не знаю. Точка означает талашу. Вы не давали. Давайте потом вы подойдете исправить. Я как вы выразились. Я сейчас не готова читать заново. Что я здесь написала. Странник. Странник знает о проблеме. Знает, что, например, я не могу взаимодействовать в конфликтной среде. Знаю это. И не буду в ней взаимодействовать. Как только вижу конфликтного человека, перехожу на другую сторону. Избегаем. Воин этот уже борется. Мак, как вы думаете, что я делаю? Дружище бороться не надо. Он принимает. Его осознание настолько высоко, что он готов принять эту проблему. И, может быть, даже не борется. Но это очень здорово отличается от другой роли. От интруиста. От интруиста или от сироты. Когда я поглощен драконом. Это принятие. Да, может быть так. Да, я могу сейчас побороться. Могу не побороться. И я знаю, что произойдет. И я готов к этому. А если мы не знаем, что произойдет, мы готовим. Интересно. Посмотрим, возможно ли это. Мы так были как невинные. Невинные? Я не знаю, что произойдет. Да и мне пофиг. Называется. Вот что такое невинные. Да, все хорошо. Давайте мы немножечко, если это возможно, чуть-чуть сдвинемся. Нам нужно какое-то место. Нету? Да. Метаппозиции. Да. Метаппозиции. Довольно. Метаппозиции. Да. Метаппозиции. Да. Метаппозиции. Ну что, ты готов? Да. Нам нужно место. Shannon姓. Что?